Если архитектуру и называют музыкой в камне, то это гимн России середины 18 века. 150 лет это резиденция Романовых, ныне государственный Эрмитаж и его главный корпус. Интересно, что Эрмитаж это не только земледворец, как думают многие, но и последующие три здания. В следующий домик нежно-зелёного цвета с белыми колоннами и скульптурами на крыше именуется Малый Эрмитаж, и он своим появлением обязан Екатерине II. Она приобрела коллекцию западноевропейских художников, и вероятно, полторы тысячи комнат Зимнего дворца отчего-то были недостаточны для её размещения. Так появилось отдельное здание – Малый Эрмитаж. Затем коллекция императрицы неумолимо расширялась, приняли решение построить Большой Эрмитаж. На этот раз здание песочного цвета, три этажа с протяжённым вдальним фасадом. А позже из Зимнего дворца Петра I вырос и Эрмитажный театр, следующее голубое здание с белыми колоннами и скульптурой. Все четыре корпуса объединены между собой либо арками, либо переходами, тем самым образуя единый архитектурный ансамбль, которым мало равных в мире. В общей сложности в Петербурге 11 зданий, которые принадлежат к Зиме.